Добрый день, программа «Парадокс». С вами Степан Демура. Телефон студии 6510996, код Гор 495. Звоните. Сегодня мы обсуждаем, пожалуй, самое интересное событие в унылой жизни политической суверенной демократии – это появление новой партии «Гражданская платформа». Сколько я прочитал и услышал аналитики и политологической болтовни по поводу этой партии, что, честно говоря, самому стало любопытно, и человек я любопытный и любознательный, и решил я все-таки понять, что же это за партия, и что же делает господин Прохоров, и главное, зачем он делает. Ну, к счастью, у нас сегодня интересный собеседник – это Станислав Кучер, член Федерального гражданского комитета «Гражданской платформы». Добрый день, Станислав. Приветствую. Понимаете, честно, у меня создалось такое ощущение дежавю, когда Прохоров пошел в политику. Это когда именно, я имею в виду, у вас создалось ощущение? Когда он купил «Правое дело». Когда он купил «Правое дело»? Ну, деньги принес «Правое дело», потом их, правда, забрал. Цирк такой был, помните? Так-так, ну я припоминаю, да, что именно так это подавалось нашими друзьями-журналистами. Я же сам в этот момент работал на радио, поэтому очень хорошо помню. Вот, и какое-то такое ощущение создалось, это дежавю с появлением Путина, потом с назначением президента Медведева. И как-то вот мне сразу вспомнилось... Рокировка, вы имеете в виду, 24 сентября? Нет, нет, назначение президента Медведева на 7-й год, когда преемником стал Медведев тогда. Рокировка, она была предсказуема, потому что Медведев, он непроходной был абсолютно, на мой взгляд. Да ладно, знаете, большинство людей из «Единой России» не знали до последнего момента, что это произошло. Ну, правильно, потому что должно было произойти, он непроходной мог. И у меня почему-то сразу вспомнилось, если так можно сказать, перефразировать классика, это «Царь-Султан», помните, да? «И родил нам Кремль в ночь, то ли сына, то ли дочь, и ни мышка, ни лягушка, неведомо зверушка». Вот хотелось бы все-таки от вас услышать и понять, что такое партия «Гражданская платформа». И действительно, господин Крохоров решил заняться политикой, какие цели он преследует. Потому что я вас перебью сразу. Первый вопрос, который я хочу вам задать, у нас уже был один крупный олигарх. Вы уже задали первый вопрос вроде. Это общая тема. Сейчас будет первый вопрос. Помните, у нас уже был один бизнесмен, крупный олигарх, который полез в политику. Бронсалов? Нет. А кого в институте? Ну как, крупный олигарх, Юкос. А, в институте Михаила Борисовича Ходорковского? Да, да. Просто еще был Борис Амарович Березовский, который весьма успешно сходил в политику, если помните, да? Ну он и занимался. Был господин Бронсалов, который в 90-е годы в президенты даже баллотировался. И вот если Прохоров, Ксения Прохоров решил серьезно заниматься политикой, не боится ли он, честно говоря, оказаться на нарах рядом с Юкосом? Это первый вопрос? Да. То есть отвечать лучше на него сразу? Да. Значит, смотрите, первое. Мы с вами еще по телефону до эфира созвонились, да? Да, я сказал сразу, что поскольку я не пресс-секретарь Михаила Борисовича Прохорова, да, я не могу сто процентов знать, что происходит в его голове, как бы он ответил на тот или иной вопрос, да? Ваше видео. К моему видению того, какой должна быть гражданская платформа, как она должна развиваться, да? Ну ведь, если вы, скажем так, работаете и разделяете точку зрения человека, вы должны в него верить. Есть принципиальные, естественно, есть принципиальные позиции, да, по которым мы согласились, и именно поэтому мы вместе работаем. Но при этом, конечно, есть какие-то различия. Ваши ощущения, ваше мнение. Поэтому у меня все равно в голове все верится то ли сына, то ли дочь, мне хочется отвечать на этот вопрос. Но, значит, по поводу, еще раз тогда... Вот если Прохоров действительно, вот ваша точка зрения... Не боится ли он, оказывается, на нарах рядом с... Да, если он действительно будет заниматься серьезно. Смотрите, я думаю, что Прохоров, безусловно, не хочет судьбы Ходорковского в плане того, чтобы оказаться где-то на нарах, да? С одной стороны. С другой стороны, у Прохоров есть уже достаточно большое количество примеров того, как люди бизнеса входили в политику, как они занимались. Начиная от абсолютно клоунады типа Брынсалова, да, заканчивая примерами Березовского и Прохорова. Я почему говорю Березовского и Прохорова? Потому что Березовский, значит, более успешно сходил в политику, не занимаясь тем не менее политикой официально, да? Поскольку он реально влиял на огромное количество событий, я думаю, в большей степени, чем Михаил Борисович. С другой стороны, естественно, как я уже сказал, он не хочет сесть на нару, он хочет что-то сделать. Сделать очень конкретное, изменить страну, изменить представление о стране, да? И поэтому, ну, все, что он делает сейчас... Смотрите. Если вы обратите внимание... Смотрите, смотрите, я вас перебил. Просто смотрите, если вы обратите внимание на то, что он делает сейчас, пока в том, что он сделал, ну, нет ни намека на то, что, наверное, могло бы посадить его на нары рядом с Ходорковским. Нет, ну, смотрите, я об этом и говорю. И потом, я думаю, что он прекрасно понимает, что Путину достаточно одной такой жертвы, понимаете? Ну, смотрите, ведь декларируемые цели вашей партии... Кстати, они с Ходорковским в очень хороших отношениях... Ну, смотрите, ведь декларируемые... И Ходорковский не просто поддерживал Михаила и поддерживает, да? И говорил об этом, но и, как раз, предупреждал его о возможных опасностях. И первое, что Михаил обещал сделать в качестве президента, это... Ну, ты выпусти, у Ходорковского свои интересы в этом деле, я думаю. Но не в этом дело. Ведь, смотрите, если все те задекларированные в программе партии пункты будут выполнены, это получится, что у существующей системы будет отобран огромный кусок пирога. Она же этого не допустит. Больше того, нет, нет, секундочку. Если все правы, вернее, не если, а когда все программы партии будут выполнены, то существующая система просто прекратит свое существование. Но ведь она же будет сопротивляться. Не огромный кусок пирога, она же будет просто разрушена. Она же будет сопротивляться. Ну, разумеется, будет сопротивляться, она уже сопротивляется. Если бы вы знали, что происходит сейчас, даже, например, в подмосковном Жуковском, где выборы мэра будут раньше, чем в сентябре запланированные. Если бы вы знали, как там нашего кандидата, кандидат гражданской платформы, уже сейчас атакует Единая Россия, что происходило на предыдущих региональных выборах, на которых гражданская платформа сама не выставляла своих кандидатов, поскольку еще не была, по сути, зарегистрирована как партия, а поддерживала каких-то кандидатов. Дело доходило и до мордобоя, и до прямых угроз жизни. Что будет в сентябре, мне страшно себе представить, что будет в Москве в следующем году на выборах в Мосгордому. Система, естественно, сопротивляется. Но в этом смысле Прохоров такой, знаете, очень спокойный, не торопящийся никуда и очень четко все рассчитывающий человек. Он, безусловно, прагматик, абсолютно прагматик. И в этом смысле, я думаю, что его достаточно сложно обмануть. Он ведет переговоры с самыми разными представителями политического спектра. И кого только не было в его приемной, я думаю, где только он сам не оказывался. Естественно, это люди из Кремля, это люди из оппозиции, это люди из команды московского мэра. Ну, то есть это достаточно широкий спектр людей. Я думаю, что Прохоров учел ошибки всех предшественников и бизнесменов, кто шел в политику. И людей, которые, скажем так, пытались активно заниматься политикой, входя в нее, ну, с самых разных сторон. С одной стороны, конкурируя с Единой Россией, с другой стороны, не занимая прямой оппозиции. Я с вами согласен, да. Поэтому у нас... Не, я просто говорю к тому, что у него, повторяю, он очень четко гнез свою линию. Прохоров значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд, или чем иногда он сам хочет казаться. Не, ну, дело в том, что, опять же... По моим наблюдениям, опять же. Нет, я с вами не спорю. Да, он действительно производит некоторое такое положительное впечатление по сравнению с другими политиками, скажем так. Но все-таки ведь он же должен понимать, что он практически идет на эту систему как бульдозер. Ну, не совсем. Он ушел на эту систему как бульдозер, если бы он сейчас мгновенно вышел бы на баррикады, кинул клич своей партии, ребята, выходим все на улицу. Вот тогда, наверное, он бы действительно очень быстро отправился вязать варежки. Ведь еще раз, вот те принципы, которые вы приглашаете в своей программе, они же практически, ну, как вы правильно сказали, если они будут выполнены, то система-то не станет. И в определенный момент все эти игры с Прохором просто могут закончиться. А что вы имеете в виду? Давайте с вами просто подумаем вместе, как можно закончить игру с Прохором. Смотрите, объясним. Прохоров за 10 лет, скажем, украл весь, всю медь, весь, все золото и все остальное, что производится на... Ну, видите, хорошо, что вы сказали «скажем», да? Прохоров там «скажем» за 10 лет, да? Ну, у нас же как? У нас же ведь был бы столб, статья найдется. Нет, ну, естественно, статья, наверное, найдется на каждого. Но мне кажется, что Прохоров достиг той степени финансовой и человеческой, главное, самостоятельности, что купить его на самом деле Кремлю достаточно сложно. Да, Кремлю может достаточно много чего лишить. Но, опять же, я думаю, что учитывая ошибки своих предшественников, Прохоров проработал все возможные пути на случай вот подобного жесткого поведения Кремля. Ну, смотрите, Ходорковский тоже был в близких отношениях к господинам Чене. Нет, вы знаете, дело не в том, с кем там Ходорковский был в каких отношениях. Дело в том, что Ходорковский до последнего момента, по моему глубочайшему убеждению, не верил, что это с ним может произойти. Поскольку Прохоров прекрасно понимает, что это может произойти действительно с каждым, повторяю, я думаю, что, если честно, Степан, я думаю, что мы в этом смысле не о том говорим. Чего боится Прохоров или чего там не боится Прохоров? Мне, понимаете, вопрос-то в чем? Ну, хорошо, вот вы задекларировали все эти замечательные цели. Вопрос-то, на самом деле, в том, а где гарантия, что в определенный момент мы продолжим после новостей. Добрый день, это программа «Парадокс». С вами Степан Димура. Телефон 6599-96. У нас в гостях Станислав Кучер, член Федерального гражданского комитета гражданской платформы. И мы пытаемся вот разобраться, вернее, Станислав уже давно разобраться. Степан, а я, кажется, как раз нашел ответ на вопрос, который вы задали прямо перед рекламой. А я еще его не задал. А вы его задали еще за несколько минут до этого. То есть суть, как я понимаю, заключается в том, и мы хотим это понять с вами вместе, наверняка те, кто нас слушают и смотрят тоже. Я почему искренне хочу понять. Абсолютно то же самое. На самом деле, понимаете, есть несколько версий, я думаю. Ответ на вопрос, почему Прохоров там не боится идти туда, куда он идет, декларировать эти цели, которые он декларирует, потому что получается, что если он абсолютно не боится, ну, значит, у него четкий договор с Кремлем о том, что его не тронут. Правильно? Ну, это то, что вы, в принципе, хотите сказать. То, что многие наши зрители слушают и думают. Я думаю, что у меня есть ответ. И он заключается помимо всего того, что Прохоров хорошо подготовился, знает, куда идет примерно, да, повторяю, идет переговоры со многими, с разными людьми. И даже помимо того, что Кремль вряд ли пойдет на вторую, на второго Ходорковского. Мне кажется, что по большому счету, лично Путин на самом деле заинтересован в том, чтобы в стране появилась и обрела силу и поддержку большого числа народа. Это новая сила, которая, конечно же, не захватит в ближайшем, в самом ближайшем будущем большинство, потому что большинство у нас скорее принадлежит к такому левопатриотическому флангу, который Путин олецетворяет. Путин – это самый левый политик из всех, которым можно представить. Ну, согласно декларации. Так вот, да. Так вот, Путин заинтересован в том, чтобы он прекрасно понимает, что система прогнила насквозь, что система насквозь коррумпирована, что система уже не устраивает сами элиты, которые в эту систему вхожи, потому что никаких социальных лифтов даже для представителей этих элит уже нет. Система потом просто неуправляема. Плюс система неуправляема. То есть, в любом случае, это путь в никуда, это путь в абсолютный тупик. Вот куда мы просто не посмотрим, любая сфера, суды, средства массовой информации, экономика, все что угодно, да. Он прекрасно понимает, он понимает точно так же, что если не будут предприняты шаги по реальной настоящей политической реформе, которая приведет к политическому конкуренции, ну и так далее по списку, мы знаем с вами все требования, да, то в этом случае действительно никто не исключает в какой-то момент слом этой системы по принципу слома и развала советской системы. Система, по которой жила Компартия. Конец 80-х годов, я имею в виду, да. Понятно же, что Горбачев не хотел, на самом деле, всего того, что произошло и того, как это все произошло, да. Путин тоже не хочет. И он прекрасно понимает, что будет либо в какой-то момент непредсказуемые, будут непредсказуемые последствия, будет крах системы. Грубо говоря, кровавый бунт. Тот самый русский бунт, да, которого все боятся, на котором все пугают друг друга периодически. И он не хочет, потому что он понимает, что он станет жертвой этого бунта, и значительная часть элиты тоже станет. Поэтому вот та часть элиты, которая настроена, ну, у кого не просто дети за границей, а, ну, скажем, не знаю, мои ровесники, люди, которым по 40 лет, которые сами уже выросли в других реалиях, которые сами выросли в первую очередь те самые 90-е годы, которые принято ругать, и которые, на самом деле, заинтересованы в нормальных рыночных отношениях, в нормальных свободах. Так вот, эти люди, они заинтересованы в том, чтобы появилась адекватная сила, которую они могут поддержать, но которая при этом не зовет на баррикады, и которая не хочет той самой крови. Поэтому мне кажется, что Путин сейчас, почему он ничего не делает, почему он там лично не мешает, есть куча людей, которые мешают, есть Единая Россия, которая мешает, да, Путин на это смотрит, очень спокойно смотрит, типа пусть мешает, да, он в этом смысле проверяет эту силу на прочность. Вот насколько там Прохоров сможет, с одной стороны, быть абсолютно самостоятельным, да, с другой стороны, не приведет ли он нам, по мнению Путина, ту грань, которая угрожает уже его физической и материальной безопасности. Я думаю, что вот если наступит тот момент, когда тот же Путин поймет, что партия Прохорова угрожает не просто системе, систему Путина, я думаю, сам давно мечтает сломать, но он просто не понимает, как это сделать так, чтобы сохранить свое благополучие. Он хочет чистить авгиевые конюшни чужими руками практически. Получается, что так, естественно. И вот когда Путин, помните, произнес свою легендарную фразу о том, что мне после Махатмы Ганди и поговорить-то не с кем, которую весь наш брат, представитель креативного класса, воспринял как такое прямое жесткое издевательство и правильно сделал, да. Тем не менее, мне кажется, что за этой фразой, помимо всего, стояла и большая горечь. В том смысле, что если бы появился на свет мощный, оппозиционный или альтернативный Путину лидер, то я думаю, что Путин стал бы с ним разговаривать. Он просто не считал тех людей, которые вышли на ту же Болотную. И я всех их знаю, да. Они все мои знакомые, хорошие товарищи, некоторые даже друзья. Он не видел среди них равновеликой фигуры, способной сплотить все это движение, создать единую мощную альтернативную силу. Поэтому, повторяю, я думаю, что с точки зрения политической реформы Путин, а, в ней заинтересован, и, б, он видит в партии Прохорова, возможно, ту силу, которая эту реформу проведет, но при этом... Сохранит статус-кво где-то как-то. Не то, что сохранит статус-кво, но приведет без гражданской войны, без баррикад, без ливийского и прочего. Ну, я думаю, что Путин как раз очень боится ливийского варианта, потому что все деньги на Западе, в общем, он сдает практически все позиции на международной войне, одна за другой, то же самое, что делал Каддафи, отказываясь от всего. Но его сняли, Каддафи. Я думаю, что Путин как раз этого и боится. Начинает понимать. Абсолютно, абсолютно согласен и Каддафи, и Мубарк. Оба эти примера, на самом деле, это же примеры... Кто такой Мубарк в определенный момент, когда случилась революция? Мубарк это лидер, которого на Западе, на самом деле, уважали, принимали, обнимали, жали ему руку. То же самое Каддафи. Каддафи изменился феноменально просто. Это не тот Каддафи, которого обвиняли во взрыве Боинга на Шотландии. Совсем другой человек. Тем не менее, оба этих человека... Были сняты. Да не просто сняты, а... Уничтожены. Один вообще на том свете. Поэтому, когда... Путину есть что бояться. И он, повторяю, нравится этому, не нравится, хочет это, не хочет, он просто обязан ради сохранения собственного... Я все время играю... Ну да, в том числе, возможно, и собственной жизни. Ну, скажем так, это не столько Путин, на мой взгляд, а сколько элиты, которые за ним стоят. И Путин, и часть элит. Не все элиты, потому что часть элит вполне устраивает как раз статус-кво. Часть элит абсолютно серьезно убеждена, что единственный путь вперед для России это путь изоляционизма, что нам обязательно нужно найти единого такого большого, мощного врага, уже его нашли, Соединенные Штаты Америки. Ну да, обком. Это наш основной, значит, враг. Ради борьбы с врагом необходимо мобилизовать общество, необходимо искать тот самый генетический код, необходим патриотизм. Те самые духовные скрепы, это ТП, патриотизм в понимании этой самой элиты, значит, кто не с нами, тот против нас, ну и так далее, и тому подобное. Вот это то, что та часть элита стремится сделать. Но опять же, я думаю, что Путин понимает, что это путь в никуда. Его постоянно там, грубо говоря, колбасит между консерваторами, такими, назовем их консерпутами, консервативными путинцами, и либерпутами, ну то есть либеральными путинцами, давайте их так назовем. Вот консерпуты и либерпуты. А просто, чтобы понимать, о чем вы говорите, пример того и того лагеря. Пример того и того лагеря, ну знаете, я думаю, что, ну есть, например, Кудрин. Но Кудрин, он официальный либерал. Ну, конечно, да. И есть с другой стороны, ну, наверное, господа, господин Сечин, наверное, есть еще много людей, фамилии которых мы с вами не знаем, но которые играют очень серьезную роль. В первую очередь, конечно, это силовики. Есть люди, которым не нравится реформа армии, в том виде, в котором она должна проводиться. Ну, то есть, есть ностальгия по Советскому Союзу. И у Путина, единственное, что Путин сейчас может предложить, и что он, по сути, предлагает, это вариант а-ля бывший СССР. То есть, вот то, что он предлагает в плане будущего. Обратите внимание, кстати, что ни одна политическая сила сейчас, ни одна, гражданская платформа, кстати, будет первая, не предлагает стране ясной картины будущего, такого глобального проекта будущего. Как будет выглядеть страна через 20, через 30 лет? Как мы хотим, чтобы она выглядела? Вы знаете, я здесь с вами немножко, здесь вопрос, на самом деле. А Путина предлагает нам вариант, извините, back in the USSR. Ну, только с незначительными отклонениями. Мы все понимаем, что этот вариант не пройдет. В любом случае, мир другой, мы другие. Ну, потом, понимаете, ведь, если так разобраться, все то наследие, экономическое и, скажем так, моральное Советского Союза, оно уже уничтожено. Строить-то не на чем. Ну, можно всегда пытаться на чем-то строить, если есть общее представление. Вот есть такое ностальгическое представление у группы людей о том, как было хорошо, и что, наверное, можно примерно так же сделать в будущем. Но история повторяется, как мы знаем, в виде фарса, в виде трагедии. Ни того, ни другого бы не хотелось. И потом, если захотите, я вам сформулирую те принципы той картины, ну, нескими мазками нарисую ту картину будущего, которая предлагает гражданская платформа. Она очень внятная, ясная, и очень здорово отличается от... Я тоже почитал, я тоже почитал вашу программу. А в программе этого нет, поэтому... А зачем тогда его вешать? Почему? Программа содержит в себе конкретные стратегические и тактические цели. Картина будущего — это немножко другое. Хорошо, давайте с картины будущего начнем. Давайте начнем с картины будущего. Смотрите, на самом деле, единственные... Вот кто у нас предлагал картину будущего вообще в истории? Возьмем американскую конституцию изначально. Это была ясная картина будущего. Все люди равны, все имеют право на преследование счастья, забавное очень словосочетание, но тем не менее, да? И дальше по Адаму Смиту, принципы протестантской морали и так далее. Вот оно, будущее. Мы все живем в одной стране, в стране безграничных возможностей. Просуществовали 200 лет. Затем меньше просуществовали по этой картине, потому что затем случилась Великая депрессия и ФРС. И Рузвельт был вынужден предложить новый курс и другую немножко картину будущего, которая, да, сохраняла основные права американцев, записанные в Конституции, Немножко изменила. Но дальше кое-что поменяла. Власть, правительство. И вмешательство в государство, ну, потому что изменились истории. Но тем не менее, продолжу очень ясную, опять же, картину будущего с конкретными примерами по тому, как нужно ликвидировать безработицу, как должны себя вести те же самые олигархи, делиться, да? Средством массы информации и общества. Рузвельт был первым, кто стал устраивать офф-рекорд встречи с журналистами, а также регулярное радио выступление, ну и так далее, да? Поствоенная Германия предложила очень четкую картину своего будущего. Единая Европа тоже предложила внятную картину своего будущего и так или иначе к ней идет. Россия, вот все наши исторические эксперименты по созданию картины будущего, они ограничивались, ну, заканчивались как-то нехорошо, да? Хотя картины будущего были весьма ясные. Что предложено и Лениным, что предлагаемые там в свое время Петром Первым. Смотрите, вот... Я просто подвожу к чему. Я понимаю, что вы сейчас будете предлагать картину будущего. Я как скептик и циник, да? Ну, скептик правильно, но вы не совсем циник, напрасно так. Нет, вы сейчас узнаете. Вот смотрите... циник от цинизма через букву Е. Цинизм. Цинизм. Без буквы Е. Окей, извините, что перевел. Смотрите, ведь вот все то, что декларируете вы в своей программе, я чисто вот как обыватель, вот если я зайду на сайт, почитаю программу, практически в той или иной степени декларируется и Единой России, и Коммунистами, и Справедливой России. Ну, единственное там, например, отличие, что нужно ввести иллюстрацию для судей. Согласен. Мы можем очень конкретнее поговорить, смотрите. Не в этом дело, понимаете, вот сознательно. Нет, нет, просто когда вы... В чем отличие? Вот в чем... Да не вопрос. Если вас спросить, в чем отличие гражданской платформы, скажем, от тех же справедливых россов или коммунистов? Да не вопрос, смотрите, от коммунистов принципиальная отличие. Ну, у них идеологически это можно уже забыть, а вот их программы очень схожи с вашей, на самом деле. Значит, давайте, смотрите, мы с вами немножко сейчас работаем как бы в существующей парадигме. Вот есть существующее представление о том, вот какие отличия должны быть левые, правые и так далее, да? Что такое партия и тому подобное? Давайте, вот мы с вами занимаемся тем, что передвигаем мебель в квартире. Я предлагаю выйти из комнаты просто. Это то, что на самом деле предлагает гражданская платформа. О чем идет речь? Вы спрашиваете, чем мы отличаемся от коммунистов или справедливоросов? Ну, для начала мы отличаемся тем, что нет уже ни коммунистов, ни справедливоросов. Нет таких политических партий. Ну, есть формальные вывески. Нет, есть вывески ЕДУМА, как ЕМОБИНИ. ЕДУМА. Не ЕДУМА, ЕДУМА. Понимаете, ЕДУМА, да? Ядро ДУМА. Мы должны прорываться в новости. Понимаете, о чем я? Мы снова в эфире. У нас в гостях Станислав Кучер, член Федерального гражданского комитета гражданской платформы. Мы пытаемся разобраться, что же такое гражданская платформа и чем она отличается от других партий. Ну, давай продолжим тогда. Просто я пришел от телезрителей вопрос, он стандартный, да? Который, наверное, мы уже слышали. Вопрос к гостю. У Прохоров все деньги на Западе. Все предприятия зарегистрированы на Западе. Насколько Прохоров самостоятельно по всей дневности имеется в виду от Запада? Ну, во-первых, это неправда. То есть, вот, можно... Я знаете, когда такие вопросы слышу, просто... Это стандартный вопрос. На них достаточно сложно отвечать. Это все равно, что отвечать на вопрос, типа, старик, почему на тебе сейчас дубленка? Я не знаю, на мне нет дубленки сейчас. То есть, у Прохоров далеко не то, что... Понятно, что у Прохоров есть вложения, есть там баскетбольный клуб и так далее, да. Но все деньги Прохорова здесь, работают здесь. И в данном случае, ну, если наш замечательный слушатель представит сейчас счета и конкретно доказать того, что у Прохоров все деньги там находятся на Западе, да, ну, будет достаточно странно, да. Вот. А степень его зависимости от Запада, вы имеете в виду, насколько там им может манипулировать Запад, я вам скажу так, просто познакомившись лично с Михаилом, вот я вам скажу свою точку зрения, этот человек, это и к счастью, и к сожалению, он не политик в нашем классическом понимании слова политик. Это не политическое животное, так как вот мы привыкли понимать политических животных. Это человек, который не рвется к власти, вот на самом деле. И в этом его, кстати, отличие что от Путина, что от Навального. Вот я считаю, что в том смысле, что Путин, что там уважаемый мной товарищ хороший Алексей Навальный, да, политическое животное абсолютно, для него власть предельно важна, да. Ну, я уже молчу про Путина и про всю эту кампанию, да. Прохорову нравится реализация проектов, ему нравятся серьезные вызовы. Гражданская платформа, для него возможность показать, что он может выйти за пределы классических представлений о власти, о политике, об управлении и так далее, что может действительно принести новую повестку дня, что он действительно сможет изменить общество. И это, повторяю, есть и плюс, и минус. Минус, потому что, ну, после президентских выборов, например, он не делает гигантское количество громких заявлений о том, что я сейчас буду строить партию, смотрите, я сейчас, вот я продолжаю строить партию. То есть он не делает того, чего от него ждут избиратели, подразумевая, под ним, ну, привыкнул к тому образу политика, который есть. Ну, все-таки набрать, сколько, почти 8 процентов. Естественно, он сдержал все свои обещания, он нет ни одного обещания, которое он бы дал и не сдержал. Просто он мало говорит, он не любит говорить, он не любит светиться, особенно перед телекамерами. И, подходя к ответу на ваш вопрос, зависим ли он от Запада, он, в принципе, ни от кого, кроме собственных жизненных пристрастий, ориентиров, независим. Это я вот совершенно четко понял. Если в какой-то момент ему все по каким-то причинам НДС, он совершенно легко оставит это. Ну, главное, чтобы было кому оставить. Если в этот момент будет уже работающая команда и работающая история, он совершенно спокойно, но если вдруг его там прижмут, как вы говорите, или вот ему все НДС, он из тех людей, которые совершенно спокойно, которые настолько внутренне свободны, что, ну, в любой момент смогут уйти, заняться чем угодно. Если ему кто-то начнет ставить условия, он никогда не бросит людей, которые доверили ему свои голоса, это точно совершенно. Но он никогда не поддастся ни на дни условия, что-то там Запада, что Москвы. То есть если вдруг кому-то захочется ставить ему жесткие условия, то он просто в какой-то момент он потерпит, 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 потом этих людей очень основательно пошлет. Это вот мое абсолютно сильное ощущение от общения и знакомства с ним. Добрый день, Павел. Алло. Алло, Павел? Павел? И сейчас сорвался. Ну, то есть это человек, который гнет свою линию, играет в свою игру, там можно называть любыми словами его тактику, но тем не менее, человек, повторяю, очень внутренне свободный. Понимаете, на самом деле, вот к этому вопросу, который задал по почте телезритель, у меня тоже к вам есть вопрос, мне интересно просто ваше мнение. Он перекликает с этим вопросом, потому что я просмотрел программу просто из любопытства. Ну, ничего особенного там нет, на самом деле, декларации. Но, что меня напрягло в экономической части? Есть один маленький абзац в экономической части программы. Читается он следующим образом. Совместно с инвесторами из стран ОСР создать мощные промышленные районы в Сибири и на Дальнем Востоке в непосредственной близости от границ с КНР для предотвращения чрезмерной экспансии трудовых ресурсов и китайского капитала. Почему это меня немножко, не то, что даже, а просто выделилось так из всего? Ну, потому что это сейчас практически новая программа Господин Бжезинского и его новое отношение к России. Вот, мне просто интересно, как этот параграф, абзац сюда попал, в экономическую программу? Ну, поскольку я экономическую программу не писал, сказать вам, как конкретно он туда попал, я не могу, но мне кажется, что это абсолютно органичный абзац, который, это предложение, которое является частью общей программы по освоению нашей страны, по освоению Сибири и Дальнего Востока. Вот о чем идет речь. китайский капитал, а ему противостоять? Секундочку, во-первых, никто не говорит о том, что там речь идет о противостоянии экспансии китайского капитала. И не только китайского капитала, но и китайских человеческих и других ресурсов. Ну как, Сибирь, это Дальний Восток, это все-таки наша земля. Мы хотим ее сохранить в первую очередь для нас. Мы, естественно, можем использовать китайцев в своих интересах. Если китайцы будут работать на наших предприятиях и являют собой рабочую силу для нас, это одна история. Другое дело, если китайцы будут создавать огромные свои предприятия, монополии на наших территориях. Вот это будет действительно завоевание нашего пространства. Налоги должны идти в наш бюджет от всех этих предприятий. Китайские рабочие, пожалуйста, могут работать против этого. Никто никогда не выступал. Но, повторяю, эти абзацы являются частью общей программы. У нас будет отдельная доктрина опубликована по этому поводу. Освоение российских земель. В первую очередь, Сибири, Дальнего Востока, всего, что за Уралом. Потому что, как вы сами прекрасно понимаете, есть огромное количество россиян, которые готовы работать и готовы туда поехать, и готовы там жить. Но сегодняшняя государство, сегодняшняя власть не предоставляет им адекватных экономических возможностей, юридических возможностей, льгот по аналоговому положению для того, чтобы они туда поехали. Ну, тогда сразу просто возникает вопрос. Но причем Жизинский, я, кстати, совершенно не понимаю. Я Жизинского знаю лично, брал у него интервью дважды. Нет, просто события вот так вот. И я не очень помню, чтобы когда-либо Жизинский заявлял о том, что его план заключается в том, чтобы русские противостояли к китайцам. Его последняя книга, его последняя книга из 2012-м году. Ну, дай бог, не последняя. Ну, понятно, понятно. Значит, смотрите, по поводу вообще Жизинского, Америки... Я об Америку... Сейчас я просто хотел бы еще один вопрос дать, потому что... Степан, секундочку, можно просто... Потому что это важно, это имеет как раз прямое отношение к той самой картине будущего, о которой мы начали говорить, но так и не представили. Вот есть... Был биполярный мир, Советский Союз, Штаты. Этот мир закончился. Однополярный мир не сработал, это совершенно всем очевидно. Значит, сегодня есть Америка, есть Китай мощнейший. Есть Европа, которая слишком слаба, потому что нет ни ресурса, ни производства, для того, чтобы выполнять роль третьего кита, на ком может стоять весь мир. Как вы понимаете, в принципе, вот... Такой... Три кита есть наиболее устойчивая, в принципе, конструкция, да, в геометрии, где угодно. То есть должны быть три полюса. И... Гражданская платформа видит Россию, тем самым третьим полюсом. Точнее, не Россию, а единую Европу во главе с локомотивом России. То есть Россия как лидер единой Европы. Это программа максимум, которая должна быть выполнена. И если мы говорим об этой программе максимум, в которой Россия является действительно великой державой, но великой, с патриотическими... Не великой, с псевдопатриотической риторикой, выкриками на тему того, что мы самые крутые, а при этом мы в реале жизни слабы и лежим под Америкой, как это происходит сейчас, да, а действительно станет независимой самостоятельной, конечно, она при этом должна иметь достаточно сильные буферы, экономические в том числе, против китайской экспансии, подразумевая под китайской экспансией не естественной для любого свободного общества перетока рабочей силы, да, а экспансии именно... В китайском смысле. ...капитала организованного, да. Это раз. Они же не ассимилируются. Геополитические, геополитические. Гражданская платформа предлагает России именно такое место в мире. И из этого просто дальше вытекает следующий тейс о том, что, разумеется, Россия никогда не займет такое место в мире, если не изменит существующую систему взаимоотношений человека, государства, экономики. Нам же совершенно другая экономика. С этим тяжело спорить, но просто вот в экономической, на самом деле, программе почему-то нет, скажем, не освещается вопрос офшорной системы, что от нее надо уходить, ее нужно избавлять, чтобы все деньги оставались в России, и налоги платились в России. Почему-то вот этой части нет. Ну, значит, смотрите, экономическая программа, во-первых, не есть насквозь детализованный документ, в котором должен содержаться просто по пунктам вся тактика достижения тех или иных целей. В экономической программе партии, и не только в экономической программе партии, в опубликованных документах о целях и стратегических задачах партии, если уж мы говорим про документы, есть конкретные слова о том, что, разумеется, мы не сможем сохранить человеческий потенциал России, мы не сможем построить новую российскую экономику, если деньги будут где-то за границей. Да, мы за свободный оборот капитала, но, естественно, мы за то, чтобы стимулировать отечественного производителя в первую очередь, только делать это по-настоящему, а не так, как это происходит сейчас, исключительно на словах. Ну, для этого нужно систему менять, да? Для этого нужно, разумеется, менять систему. Но, понимаете, есть... Станислав, есть просто два звонка, давайте на них ответим, а потом... Не вопрос, я вам просто хочу досказать все-таки про... Обязательно. Потому что вы спрашиваете... Надо на звонки... А программа партии, да? Я вам говорю о том, что... Павел, добрый день, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, в эфире, добрый день. Вопрос в гражданской платформе. У нее в планах есть суд, столб позора, приговор Путину и все его кодли. Спасибо. Интересный вопрос. Значит, нет, в гражданской платформе, у гражданской платформы нет в планах позорного столба для Путина и, как вы выразились, там, все его компании, да? Гражданская платформа прекрасно понимает, что подобный позорный столб, вот как вы выразились, да, может существовать только как результат некого, там, не знаю, опять же, некого того самого бунта, о котором мы говорим. Потому что во всей другой истории план гражданской платформы подразумевает то, что вот тех людей, которых вы назвали кодлой, что этим людям просто, в принципе, не будет места. Они уйдут из власти. И дальше, разумеется, с ними будет разбираться, если они того заслуживают, уже та судебная система, которая будет создана. Следующий вопрос. Добрый день. Алло. Да-да. Дмитрий, я говорю. Да-да, вы уйти, добрый день. Вопрос такой, вот я бы хотел бы вернуться, если можно, к вот китайской экспансии и сделать прощение. У меня такой вопрос на самом деле. Почему гражданская платформа считает, что административными методами, какими-то использовав государственные структуры, механизмы, мы должны ограничивать капитал китайский. При этом китайские рабочие... Секундочку, простите, можно сразу перебью, потому что просто уже не так. Гражданская платформа не считает, что какими-то административными методами. Речь идет исключительно, речь идет об экономических методах, в первую очередь. Но через законы. Все равно это будет законно. Я имею в виду использование государственных механизмов. Не, ну, каждый государственный имеет возможность использовать любые инструменты, законные в том числе, для того, чтобы защищать свои интересы. Разве здесь есть какое-то противоречие? Конечно, я не спорю с этим. Я просто хочу сказать, почему вы говорите о том, что для капитала это будет сделано, а для трудового, для рынка труда это не будет сделано. Вы считаете, что китайские рабочие могут совершенно спокойно приезжать и работать. А если наоборот посмотреть, пускай китайский капитал приходит совершенно свободно, а мы ограничим китайских рабочих и будут работать россияне. Соответственно, зарплаты и благословения россиян будут расти. Да нет, ну, здесь придет китайский капитал, поэтому вся прибыль будет оставаться в Китае. Никто же, конечно, никто же не... Не, не, скотчка, смотрите. Китайские зарегистрированные в России, естественно. Естественно, в России это будет китайский безусловно, странные инвестиции нормальные, как Volkswagen, например, или там, и другие компании такие. Смотрите, во-первых, никто не говорит, что я наоборот говорю о том, что собственно не только я, а те люди, которые писали программу и Прохоров, мы говорим о том, что все, что сейчас планируется сделать в плане миграционной политики в стране, да, и в плане завоевания Сибирь, настоящего завоевания Сибири, делается как раз для того, чтобы граждане России и те, кто хотят стать гражданами России, поскольку здесь еще достаточно много людей из ближнего зарубежья, чтобы именно они получили работу, чтобы они получили возможность самореализации на этих территориях. Поэтому, с одной стороны, мы не против притока китайской рабочей силы, если будут работать китайцы вместе с нашими на наших заводах. Поверьте, места там хватит всем, потому что, извините, 140 миллионов человек против полутора миллиардов, это серьезная разница. Станислав, мы вернемся после перерыва. Мы снова в эфире, Степан Демура, мы беседуем с Станиславом Кучером, членом Федерального гражданского комитета гражданской платформы о том, что такое гражданская платформа. Я просто смеялся, по экономике, к 16 плюсам вообще по поводу экономики. По поводу экономики есть над чем смеяться и есть над чем плакать как раз. Скорее плакать. Достаточно коротко хотел сказать об экономике. Вот даже сейчас у вас в межпрограммке шел текст рекламы программы о рынке... И кошельках. Рынки, кошельки, да. Вот история в том, и мировой экономический кризис это показал, что обвал на мировых рынках, случившийся в 2008 году, во многом, во многом явился производным от того, что наша экономика виртуальна. Что виртуальность экономики в свою очередь происходит... Ну это кудриномика называется, по большому счету. Полностью зависимая. Виртуальность в свою очередь происходит от чего? На самом деле от принципиальных вещей, которые напрямую связаны с культурой, в первую очередь. Культурой. А что имеется в виду? Вот последние несколько, там, две-три сотни лет глагол иметь стал значительно важнее глагола уметь. Согласитесь? Да. Профессии, которые предполагают умение развести человека на деньги, то есть обмануть, стали в реалии жизни намного более востребованы, чем профессии, которые требуют права. Ну это стандартно. Система строилась долго. Ну смотрите, мы уже просто привыкли, потому что это настолько стандартно, настолько обычно, что там, не знаю, что врач, то есть человек, который создает, врач, строитель, поэт, художник, не знаю, журналист, который создает смысл, инженеры и так далее. Люди, которые создают, зарабатывают меньше, их место в социальной табеле о рангах намного ниже, чем место человека, который продает. Будь то продавец рекламы, будь то продавец виртуальных денег, виртуальный банкир, инвест, ну и так далее и тому подобное. Брокер, игрок на бирже, да. И вот это тот капитализм, к которому мы пришли. Поэтому ключевой, ключевой пункт экономической программы заключается в том, чтобы перестроить взаимоотношения людей, ведь экономика, это в первую очередь взаимоотношения между людьми, правильно, перестроить взаимоотношения людей и людей с государством к тому, чтобы глагол создавать значил больше, чем глагол продавать. Чтобы первично было глагол создавать. Чтобы в первую очередь речь шла о созидании, о поддержке профессий, направленных на созидание, отраслей экономики, направленных на созидание, на производство, на строительство. Понимаете? А дай вы согласитесь, извините, менять-то нужно не только экономическую модель, но менять сознание людей. Правильно, я с вами согласен. Но здесь вы на самом деле начинаете кое-что делать против ветра. Сейчас объясню, почему. На мой взгляд, я могу с вас... что мы сейчас делаем, мы делаем не против ветра. Не против ветра. Не против ветра. Смотрите. А против такого искусственного пука. Прошу прощения. Это, к сожалению, не искусственный пук. Позвольте мне выразиться более конкретно. Смотрите. Практически, вот если, опять же, эта программа будет реализована, в России появится достаточно крепкий и многочисленный средний класс. Правильно? Без которого невозможно создать новое общество. Правильно. Я с вами абсолютно согласен. Но, ведь если вы сейчас посмотрите на, скажем так, тенденции по развитию, созданию нового мирового правительства, которые, в общем-то, очевидны и четкие, то эти ребята занимаются как раз уничтожением среднего класса. Потому что они поняли, еще, по-моему, в 75-м году была интересная работа о том, что что-то средний класс получил слишком много образования и стал слишком много думать. И у него есть время и деньги, чтобы думать. А это есть прямая угроза правящему классу. Смотрите, я пока... Понимаете, как противоречие возникает? Смотрите, конечно, абсолютно согласен с вами. Противоречие возникает. Я не вхожу пока в мировое правительство и боюсь, что ни с кем оттуда не знаком, поэтому не могу доподлинно утверждать, как оно функционирует. Это все есть в печати, да. Ой, слушайте, в печати столько, что я сам журналист с 20-летним опытом, понимаете? Не та печать, документы. Не верьте всему, что написано, да? Но, тем не менее, вопрос закономерен и он абсолютно справедлив, потому что власть в любой стране мира, не надо тут те же себя иллюзиями, ни в Штатах, ни в России, где-то ни было, не заинтересована на самом деле в большинстве свободных людей своих граждан. Ну, мы понимаем, мы сейчас говорим о внутренней свободе, о той свободе, которую делает человека независимым от настроения этой самой власти, да? Поэтому любая власть, конечно, будет стремиться ограничить количество этих самых свободных людей, манипулировать ими максимально, заниматься их там дебилизацией через телевизор, как это происходит у нас. Тут везде так происходит. У нас это просто наиболее ярко вид выражено, понимаете? Потому что мы еще оказались уязвимы благодаря периоду трансформации были наиболее уязвимы. Поэтому на нас все болячки наиболее видны, наиболее заметно, да? Но, тем не менее, в Штатах, ну, в Штатах, например, ситуация такая, что там это сделать не так просто, потому что все-таки количество свободных людей достаточно большое, достаточно серьезное. Я там 12 лет прожил, вы ошибаетесь. Ну, я 12 лет там не прожил, но достаточно много времени. Но тоньше. Достаточно много времени там провел, бывал, у меня есть разные друзья там тоже, да? И, вы знаете, я думаю, что они смогут справиться с этим вызовом, на самом деле. Они смогут, серьезно. Но... Я тоже в это верю, на самом деле. Но большая надежда, и я не боюсь здесь никаких обвинений в пафосе, я действительно считаю, что огромная надежда лежит именно на России. Поскольку весь вопрос в том, чтобы нашу ядерную энергию использовать в мирных целях. Я имею в виду нашу ядерную энергию, нашу сознание, нашу природу русского человека, вот эта извечная страсть русского человека к мессианству, к самокопанию. Когда мы говорим, что мы родина Достоевского, Толстого, Левши и так далее, чаще всего это говорят люди, которые сами не считали Достоевского, Чехова. Но вот мы должны стать, именно Россия должна, на мой взгляд, стать пионером того самого нового ренессанса, культурного ренессанса, отношенческого ренессанса. То есть у нас есть шанс, как у страны, благодаря как раз тому, что заложено в нашем народе, уж не знаю там о каких скрепах и коде генетическом там говорил наш национальный лидер, да, но тем не менее, на самом деле, это у нас есть. И мы можем как раз перестроить свою экономику, но для этого нам нужно самим, конечно, очень сильно измениться. Вот когда мы сами сможем очень здорово измениться, как страна, как народ, тогда мы сможем стать тем очень мощным полюсом, который не позволит другим манипулировать национально. Смотрите, то, что вы говорите, я могу подписаться, да, но это все звучит для обывателя, для, скажем, простого избирателя из области фантастики. Слушайте, а во-первых, не имеет смысла ставить маленькие цели, да, во-вторых, ну, слушайте, много чего было фантастики какое-то время назад. Я не хочу приводить, конечно, пример попытки построения социализма и коммунизма в нашей стране, но в 1916 году, извините, тоже многие люди считали, что это в принципе невозможно. А помните, извините, я уверен, вы прекрасно помните весну 91-го года, да весной 91-го года еще... Да никто не предполагал, что это с КСССР. Что произойдет в августе, тем более в декабре, понимаете? На самом деле, вот хороший пример есть, это, по-моему, да, апрельский тезис, когда Ленин их написал, его считали больным на голову человеком, потому что была, по-моему, 42-я или 41-я по численности партии. Об этом и речь, об этом и речь. Я прекрасно понимаю сейчас все претензии к гражданской платформе, претензии лично к Прохору, как к миллиардеру. Это не претензии, понимаете, просто люди, вопросы, люди просто хотят понять, потому что, если вы вспомните, когда Путин пришел к власти, да, у людей появилась какая-то надежда. Ну, было так все четко разыграно, пиар был супер, да? А потом люди поняли, что их, скажем так, грязно обманули, ничего не поменялось, все стало только хуже. И все эти обещания остались не более, чем обещаниями. Появляется Прохоров, и вы очень красноречиво его аргументируете, и пробуждает людях снова надежду. Понимаете, не окажется ли так, что, опять же, я тоже для себя хочу понять, не окажется ли так, что... Что Прохоров обманет надежды людей? Не то, что обманет надежды, это очередной, грубо говоря, проект администрации президента, чтобы затянуть процесс вот скрывания этого гнаняка, которым сейчас является власть. Значит, смотрите, у нас времени не так много осталось. На самом деле, это очень серьезный вопрос. Поэтому, да, поэтому... Многие люди могут подписаться, по тем, что вы говорите. Давайте я вам на него отвечу. Ну, во-первых, по поводу проекта администрации, сразу, чтобы убрать все разговоры, смотрите, Ельцин был абсолютно стопроцентным проектом администрации, ну, выражаясь сегодняшним, кремлевским проектом. К чему это привело тогдашний Кремль, мы знаем. То есть, я не хочу даже рассуждать о том, чей Прохоров проект, потому что, с одной стороны, Борис Немцов, друг Прохорова, да, с другой стороны, Прохоров, там, и с Путиным на лыжах катался, да, и с Немцовым. Вот просто всей большой компании. Так кто чей в итоге проект? Прохоров общается, повторяю, и с теми, и с другими, и с оппозицией, и с людьми из Кремля. Это нормальная работа, характерная для политики, которая, повторяю, хочет изменить страну законно, а не через кровавую революцию. Это раз. Значит, теперь, что касается, я, возможно, сейчас скажу жесткую вещь, которую, может быть, даже кто-то не поймет, но я хочу, чтобы люди поняли. Во-первых, главная задача, вот в чем задача настоящего, я считаю, отца? Это воспитать своих детей так, чтобы они умели без отца обходиться. То есть, научить их самостоятельности. Дать им удачу. Люди должны, в первую очередь, верить в себя. В кого верить, люди спрашивают, да, в кого же мне верить? В себя верить, заниматься не тем, что те родители сказали модно, а тем, что ты понял, для чего ты создан на этот свет и пришел сюда. А задача Прохорова, извините меня, как я ее вижу, повторяю, задача партии, по крайней мере, то, на что я работаю, в том числе и приходя к вам сюда, это сделать так, чтобы как раз свободно мыслящих людей в стране стало больше. Свободно мыслящих. Если их будет больше, да ради бога, пусть они, может быть, Прохорова не поддержат, ему не поверят. Но главное, чтобы они в себя верили, главное, чтобы они понимали, что их благополучие не от Прохорова зависит, не от Путина, не от Навального, а от них самих. Вот если, благодаря появлению партии Прохоров, его работе, свободных людей у нас будет больше, понимаете, тогда я буду считать, чтобы партия Прохоров выполнила свою задачу. Потому что ее задача, ну, естественно, привести новых людей во власть, само собой, да, но это должны быть действительно качественно новые люди. Если просто наше общество станет свободнее, тогда уже гражданская платформа свою партию выполнила. Свою задачу, свою партию сыграла, назовем так, можно играть словами как угодно. Вот о чем идет речь. Ваши бы слаба для Бога в уши. Поэтому пусть люди, пусть люди думают своим умом, пусть они анализируют программу Прохорова, пусть они не соглашаются. В конце концов, эта партия, это же не единая Россия, которая вот была спущена абсолютно, вообще сверху и с абсолютно понятными правилами игры. Пусть люди присоединяются, не обязательно вступать в партию, это первая партия, абсолютно нового типа, которая просто является площадкой для всех инициативных, активных, экономически, социально людей. Мы поддерживаем людей не исходя из их левых, правых, каких-то и так далее взглядов, а исходя из того, что они могут сделать для своей страны. Когда мы говорим, что наш избиратель это неравнодушный профессионал, мы подразумеваем не только то, что он считает себя профессионалом в своей профессии, но что, и что он не просто, что ему не просто не нравится то, что происходит в России сейчас, но что он лично готов взять на себя ответственность и что-то сделать своими руками, своей головой для того, чтобы изменить положение дела. Понимаете, о чем? Это я понимаю прекрасно. Принципиальные отличия, на самом деле. Понимаете, просто... И все наши программы, там, образовательные, мы сейчас, партия в этом году публикуют целый ряд своих программ, конкретных доктрин в сфере образования, в сфере перестройки отношений между властью, СМИ, обществом, бизнесом, своя доктрина в отношении бизнеса, оборонная, ну и так далее, и тому подобное. Вот это все будет очень внятной и понятной дорожной картой по каждому из направлений, о которых я говорю. Но главный месседж заключается, повторяю, в одном. Просто проснись свободным. Ну что ж, Станислав, ну это все раз ваши слова, да богу в уши. Спасибо большое. Удачи. Спасибо.